Думается, горожане уже успели оценить комфортность наземного метро в столице. А в целях благоустройства территорий, пролегающих под метро в Нешнабадском районе, будет создана необходимая инфраструктура. Проект об этом представили представителям МассМедиа. Наземное метро в крупных мегаполисах. Именно этот вид транспорта для населения является удобным, быстрым и экономичным. Кроме того, уникальная и грандиозная конструкция этого объекта придает облику города особый архитектурный штрих. Запущенная в канун 29-й годовщины независимости Узбекистана линия Дустлик-2 Куйлюк для тысячи горожан позволяет сократить не только большое расстояние, но и самое драгоценное, что есть – это время. Совершенно новый проект по своему строению, несомненно, выделяется на фоне национального градостроительства. Его возможности и созданные условия комфорта и удобства привлекают большой интерес. Вся территория – это почти 10 километров линий метро, проходящий через Ешнабадский район, будут благоустроены и преобразованы в красивейшие места для проведения культурного отдыха и приятного досуга населения. Как показывает мировой опыт, особенно в развитых странах мира, эффективно используются именно такие места под наземным метро. В частности, там создаются магазины, а также пункты бытового сервиса. Как отмечалось в ходе презентации данного проекта, основная его цель – преображение более 153 тысяч квадратных метров земли под линией Дустлик-2 Куйлюк и создание достойной инфраструктуры для наших соотечественников. При строительстве данного метро, хоккемиатом города Ташкента, непосредственно рассматривался вопрос эффективного и плодотворного использования земель, непосредственно находящихся под надземным метро. Мы непосредственно изучили мировой опыт передовых зарубежных стран по использованию земельных участков, непосредственно находящихся под надземным метро. Данные 153 тысячи квадратных метров мы разделили по шести лотам. Магазины, кафе, рестораны, объекты сервиса и обслуживание. Строительство таких зданий и зеленых зон для прогулок как нельзя кстати. Именно эти предложения являются заманчивыми для предпринимателей и инвесторов. Согласно плану, здесь же будут возведены 10-метровые автострады и парковка для машин. Если данная инициатива будет реализована, то в столице появится еще одна современная благоустроенная территория. Итак, как заинтересованные лица смогут приобрести эти площади? В данное время планируется вопрос с 1 декабря выставления на аукционные торги шести лотов с ее подлотами в отдельности по шести направлениям. После ознакомления с данным проектом у каждого может возникнуть вопрос, насколько безопасной и комфортной будут новые постройки под метро. Как уверяют специалисты сферы, эти моменты учтены при строительстве метрополитена, так как его фундамент очень прочный и устойчивый, поэтому не стоит волноваться на этот счет. Не возникнет проблем и для отдыхающих, и покупателей, потому как строителями было обращено особое внимание высокому качеству и безопасности в процессе строительства. Ответственные лица также привели примеры подобных процессов, которые в настоящее время ведутся на линии Сергея Линь. На сегодняшний день выполняется основная технологическая часть данной линии. Это значит транспортная часть, укладка железнодорожного полотна, часть электроснабжения и часть по сигнализации и связи. Особенная часть, о которой я хотел вам рассказать, что сварка рельсов осуществляется для того, чтобы уменьшить передачу энергии, передаваемой от подвижного состава, от поездов, на основные железобетонные конструкции, которые позволяют нам уменьшить шум и уменьшается соударение между колесной парой и рельсом. Вторая часть решения данной задачи является на строительном участке применение балластного щебня. Твердость этого щебня составляет от 1200 до 1400 по шкале протодиаконова. Этот слой щебня тоже способствует уменьшению динамической нагрузки от поезда, а также гашению возможных появляющихся шумов от подвижного состава. На следующем участке наземного метро, которое будет сдано в эксплуатацию до конца текущего года, проводятся последние технологические процессы, и строители намерены представить проект населению раньше установленного срока. Когда будут запущены новые станции метро Кипчак, Сергили, Ташкентская кольцевая дорога, Афросиап и самая высокая, которую вы видите, станция Чоштепа, то направляющиеся в центр города жители достигнут своих адресов в считанные минуты. Кстати, она расположена на высоте 17 метров над землей. На самом деле это масштабный проект, который воплощает в себе такие благородные цели, как удовлетворение потребностей населения, формирование комфортной среды и идеальных условий для граждан. Прежде всего, на основе широких возможностей создаваемой современной инфраструктуры. Продолжение следует...